Банк получает себе терпил, вот реально конкретных терпил. Не разбираясь в математике, сидят и считают, что они получают сверхвысокую доходность. Сейчас, по окончанию первого квартала 2024 года, у физических лиц начинает высвобождаться большое количество банковских депозитов. И многие продолжают там оставаться, несмотря на то, что они начинают чувствовать по предложениям банков, что условия начинают ухудшаться. Но суть в том, что люди не совсем понимают, осознают. Вот именно сейчас, окончание первого, начало второго квартала и весь второй квартал, это уникальный момент для того, чтобы расширить немного свое восприятие, как банки собираются зарабатывать. Ребят, вы же должны понимать одну простую вещь, что банк, если он предлагает высокую ставку по банковскому вкладу, он эту ставку где-то должен взять. Вот вы сами сейчас, насколько активно берете кредиты по той ставке, которую дают вам предлагают банки? Потребительские кредиты, автокредиты, стоимость ипотеки выросла. То есть у нас кредитование снизилось. Банке тяжело размещать свои деньги в кредиты, потому что с таким ставками никто не работает. Разумные, естественно, люди, у которых низкая кредитная нагрузка, кредиты не берут. Но при этом банки все-таки привлекают деньги и предоставляют такие возможности. Так как же зарабатывают банки? Из чего складывается доходность банков и почему они не боятся давать такие доходности? Потому что отдельные банки предлагают доходности в 15% даже на 3 года. И как нам самим обеспечить себе такую доходность? Давайте поговорим, ребята, об этом в данном видео. Ключевая ставка определяет стоимость денег в экономике. Ты купил облигацию, держишь ее. Купил ее 3 года назад, когда процентная ставка центрального банка была 7%. И облигации, которые выпускались на тот момент, они выпускались с доходностью 7%. То есть эта облигация номинальной стоимостью 1000 рублей платила 70 рублей купоном. Центральный банк повысил процентную ставку и сделал ее 16%. Здравый смысл говорит, зачем мне держать деньги в облигации, которые несут доходность 7% в прошлом размещенные, когда я могу купить новые выпуски, которые мне будут нести 16%. И ты начинаешь продавать эту облигацию. Мы приходим на рынок и все начинаем продавать. И пытаемся найти идиота, который согласится у нас купить 100% от номинала. Естественно, идиотов не находятся. Они говорят, мы не купим у тебя, мы тебя купим только с текущей доходностью. Поэтому будь любезна, согласись на то, что я тебе за твою облигацию, которая стоит 1000 рублей, заполучу максимум 600 рублей. Почему 600 рублей? Купон неизменный же, 70 рублей. Что получается? 70 делим на 600, получаем доходность 11,7%. Ты продаешь облигацию, получаешь на руки 600 рублей. Плюс я тебе плачу накопившийся купон за этот промежуток времени. Я себе на позицию получаю облигацию, купленную по 600 рублей, которая мне уже в следующие 7,5 лет гарантированно будет давать 70 рублей в упона каждый год. Поступила как трейдер, я поступил как классический инвестор. И на рынке у нас от нетерпеливых к терпеливым происходит переток денег. Я подожду, когда ставка ЦБ снова опустится до 7. У меня облигация будет торговаться 100% от номинала по 1000 рублей. Ну, пускай я этого буду ждать, ну, 3 года. Соответственно, я с каждых вложенных 600 рублей, 400 рублей получу изменения на цене. За 3 года 210 рублей получу купонов, получается, ну, 610 рублей. За 600 рублей куплю актив и получу денежный поток с этого актива еще 610 рублей. За 3 года, 100%. А человек, который психует, который говорит, да нет, у меня деньги на депозите полежат. Ребята, вот вы сейчас, в принципе, на депозитах, на банковских сможете сейчас что-то получить? Почему сейчас записываем это видео? Потому что в декабре произошло самое сильное повышение ставки ЦБ. Банки тут же в течение 1-2 недели предложили краткосрочные депозиты на 3 месяца. У нас, получается, январь, февраль, март. Сейчас закачиваются трехмесячные депозиты. Ставка находится еще на высоких значениях. Но, опять-таки, ты смотришь депозиты до конца года, нет ставки 15%. Ну, нету. Потому что банки прекрасно понимают, что ЦБ до конца года не будет держать ставку 16%. И, получается, сейчас находится в самом уникальном моменте. Облигации еще по-прежнему дают привлекательную доходность. Да, они 16%. Но никто вам не даст 16%. Но суть в том, что вы, в принципе, сейчас можете, погнавшись за понятный какой-то, элементарно не разобравшись с теми с облигациями, погнавшись сейчас там за краткосрочной доходностью, пускай 13-14% до конца года, может быть, в следующие три месяца еще 15% дадут. Но через три месяца, ребят, вам уже будут предлагать ставку на депозит через три месяца 12%, а еще через три месяца 10%. В то время, как, например, на облигациях федерального займа, разбирались сейчас на примере, да, конкретно в облигациях, на 7,5 лет можно зафиксировать доходность на уровне 13,5-14%. И опять-таки я показал, что когда центральный банк начнет снижать процентную ставку, на этом будут зарабатывать банки. На банковском депозите у обычного инвестора нет возможности заработать на изменение процентной ставки. На банковском депозите вы имеете гарантированный доход от банка, потому что у вас нет готовности принимать риски, да, которые берет на себя банк. Но у банков риски минимальны, потому что он может купить облигации федерального займа. Раз. Он может купить облигации корпоративные, элементарно компании, которые у него обслуживаются на банковском обслуживании. Они видят их потоки, они видят, какие деньги у него поступают, что у них с кредитной нагрузкой. И даже на примере с ОФЗ мы разобрали, что можно там получить 100% за три года. Вот еще раз, нужно понимать, что банки, которые привлекают сейчас у вас банковские депозиты, в марте месяце 2024 года, просто на облигациях федерального займа, они могут заработать 100% за три года. То же самое время, сколько они вам заплатят, если будут привлекать деньги по банковским депозитам. Аналитики сходятся к тому, что процентная ставка к концу года центрального банка может быть снижена до 12%. Таргет, который прогнозирует центральный банк, что в течение трех лет будет достигнут цель по инфляции на уровне 4%. Мы жили при инфляции 4%. Мы видели, что в этот промежуток времени ставка центрального банка находится от 6 до 7%. То есть центральный банк опустит ставку в течение трех лет с 16% до 6%, на 10% он опустит. Облигации обеспечат доходность в теле от 30% до 60%. И банки на этом прекрасно знают, как заработать. Что они будут предлагать вам, как физическим лицам? Ребят, смотрите, пока не поздно. Смотрите видео до конца. У нас март 2024 года. Сейчас вам предложат процентов 14 годовых на три месяца. То есть нужно понимать, что вы не 14% заработаете, вы заработаете четвертую часть от 14%. Получается, что за второй квартал нужно будет заплатить 3,5%. Второй квартал заканчивается. Центральный банк говорит о смягчении денежно-кредитной политики или уже начинает ее смягчать. И получается на третий квартал процентная ставка в банке будет уже на уровне 10-12%. То есть по итогам третьего квартала получаем 2,75%. И в четвертом квартале ставка, например, снижается в районе 10-12%. Ставка по банковским депозитам от 8% до 12%. То есть за четвертый квартал банки вам выплатят 2,5%. И за первый квартал была ставка в районе, пускай 16%, идеальная картинка, да, лучше чем 4%. Итого, в первом квартале мы получили 4%, во втором 3,5%, в третьем квартале 2,75%, в четвертом квартале 2,5%. Итого, по итогам года банк заплатит вам с каждых вложенных 100 рублей, в той модели, которую мы посчитали, 12-75%. И опять же нужно понимать, что в 2025 году тоже снижаться ставка будет, да, то есть доходность все будет снижаться, снижаться, снижаться. Уже сейчас люди потирают руки, ай, как классно, как хорошо, я за 3 месяца получил 16%. Начинают немножко печалить то, что ставку уже на второй квартал пониже банки предлагают. Банк получает себе терпил, вот реально конкретных терпил. Не разбираясь в математике, сидят и считают, что они получают сверхвысокую доходность. Хотя на самом деле все, что нужно сделать, это просто переложиться, да, немного посмотреть, а как я могу заработать вот именно на изменение денежно-кредитной политики Центрального банка. Чтобы если снижается процентная ставка, я так же, как и банк, зарабатывал на это. Потому что если вы находитесь на банковском депозите, снижение процентной ставки не приведет к никакому увеличению вашего дохода. Абсолютно. У вас есть договор, вы придете к банку, банк вам скажет, сколько должен, вот столько должен. Мы получаем, что в нашей математике за каждые вложенные 100 рублей банк по итогам первого года 2024 должен заплатить 12 рублей 75 копеек депозита. Мы здесь еще не берем, что у вас может быть депозит больше 1 миллиона, да, и что у вас возникнет какой-то дополнительный доход с этой суммой. Поэтому налоговые издержки мы здесь не берем, мы считаем в грязной доходности 12.75. В то время, как опять-таки, если он просто элементарно даже на ваши собственные деньги будет покупать облигации, он 100 рублей превратит в 200 рублей уже через 3 года. Поэтому, ребят, давайте разбираться, давайте разбираться вместе. У нас есть ролики, я вижу по вашим комментариям, что в роликах не все понимают, как рассчитывается доходность. У нас есть курс по облигациям. Как работает, как считается, есть бесплатный мастер-класс. Приходите на мастер-класс, ссылка в описании внизу, разберитесь в облигациях. Вот еще раз, кто-то предпочитает находиться в этой позиции, не разбираться, не считать и говорить, для меня это более-менее понятно, надежно, застраховано в конце концов. Поэтому я туда непосредственно иду. Но, может быть, немного качнем. Я абсолютно уверен, что многие, кто смотрит данные видео, могут в этом разобраться. Даже на бесплатном мастер-классе. А если вы еще хотите отбирать, ну, то есть, покупать конкретные облигации, минимизировать затраты на отбор облигаций, у вас в том числе на этом мастер-классе будет возможность присоединиться к нашему проекту, где мы это непосредственно делаем, отбираем облигации. Окно возможностей, на мой взгляд, до конца 2024 года. Вы в этом разбираетесь и навсегда знаете этот инструмент для того, чтобы управлять своими инвестициями. Второй вариант. Даете возможность зарабатывать банком. Ребята, опять-таки, комплимент вам, то, что вы на канале, если вы еще не поняли, что банки от этого заработают, давайте я вам скажу, банки от этого заработают. И, как минимум, станьте акционером банка. Ну, то есть, возьмите тот же самый банковский депозит, который есть у вас. Закончился он? Ну, хотя бы прибыль, которую получили. Или хотя бы 10-20% от того капитала, который есть. Купите акции ведущих российских банков. В портфель можно включать Тинькофф. В портфель можно включать тот же самый Сбербанк. Как минимум, вот те лидеры, которых можно сейчас рассмотреть, для того, чтобы в это включиться. Цифры вы поняли. 12-75% по итогам 2024 года нужно отдать клиенту банку. Процентов 8 надо будет отдать по итогам 2025 года. И по итогам третьего года в районе 6% на круг. 6-75%. Если будете использовать банковские депозиты, за 3 года вы свой капитал умножите на треть. 27,5%. Банк за этот же промежуток времени сделает 100%. В 3 раза больше. Резюмируя. Это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. То есть у нас есть допущение, связанное с тем, что центральный банк будет снижать процентную ставку. Первый вариант. Вы размещаете деньги на банковском депозите. В лучшем случае за 3 года банковский депозит принесет в районе 30%. Преимущество. Надежно. Понятно. Застраховано. Агентство по страхованию вкладов. Недостатки. Застрахована сумма только до 1 400 000 рублей. Вы привязаны к сроку. Досрочно забираете. Все. Проценты не начисляются. Второй вариант. Разбирайтесь в облигациях. Дополнительно получаете бонус, инвестируя в облигации через индивидуальный инвестиционный счет. Это 13% на взнос можно получить для того, чтобы инвестировать в облигации. За 3 года при снижении процентной ставки с 16% до 8-7% вы дополнительно получаете доход в 3 раза больше, чем вы бы получили по банковскому вкладу. Если используете не через ИИС, имеете очень высокую ликвидность в любой момент войти, в любой момент выйти, и ничто с вашей доходностью не случится. Недостатком данной концепции является то обстоятельство, что допущение, что центральный банк будет снижать процентную ставку. И это является основным риском, связанным с тем, что центральный банк может или ее не снижать, или наоборот ужесточить денежно-кредитную политику и повысить, и тогда будет убыток по облигации. Но нужно понимать, что ставка 16% она губительна для российской экономики. Ни один центральный банк не будет длительное время держать стоимость денег на таких высоких значениях, и снижение все равно произойдет. Если комфортно, если понятно, если хочется быть застрахованным, размещение подушки финансовой безопасности, какие-то гарантированные долгосрочные покупки, используйте банковские депозиты, в пределах страховой суммы ничего с вашими деньгами не случится. Но при этом 100% держать деньги в депозитах не совсем правильно, почему целое видео по сути было этому посвящено. Используйте облигации, изучайте данную тему. На этом у меня все, на связи был Максим Петров, пока-пока и удачи! Продолжение следует...